Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Продюсер, муж певицы Вики Цыгановой заявил о том, что наш шоу-бизнес погряз в голубизне. Вы знаете, он прав, он прав, во многом он прав. Потому что, собственно говоря, вот если посмотреть Евровидение, которое в Телеграме несколько кадров было, это ужас, это ужас, это действительно шабаш какой-то натуральный. Это люди-безбожники, просто по-другому никак не скажешь. Люди с Богом внутри, верующие, так никогда не будут одеваться, никогда не будут так танцевать, никогда не будут заниматься такими вещами. Это просто, это я рад, что Россия, наконец, не участвует в этом конкурсе. Вадим Цыганов возмущен в акханалии, пишут в СМИ, которое уже много лет творится на отечественной сцене. Мужчина не стал молчать и сдал всех, пишут. 59-летний Вадим Цыганов потребовал властей страны срочно ввести цензуру. По признанию музыкального продюсера, у него больше нет сил смотреть на вакханалию, которая творится в отечественном шоу-бизнесе. Вообще шоу-бизнес, он не должен существовать. Шоу-бизнес предполагает бизнес, деньги. А это часть культуры, это должна быть эстрада, творчество. Там не должно быть денег. Это должно быть творчество, которое направлено на формирование морально-нравственных ценностей общества. Муж Вики Цыганова утверждает, что на ведущую роль на эстраде вылезают гомосексуалисты, которые создали свое мощное лобби. Вадим Борисович сравнивает подобных людей с червями, разъедающими нашу страну изнутри. Вот что он говорит. К огромному сожалению, за много лет наш шоу-бизнес погряз в голубизне. Кроме того, мы выкормили целую плеяду изничтоживших человеческие ценности. Мораль приживал засланцев, уезжанцев, готовящих пить любые деньги. Своими крысячими зубками они вцепились в наши знамена и ползают. Сама Цыганова поддерживает мужа, говорит о том, что она всегда выступала против голубого экрана. И не хотела выступать на одной сцене с певцами-эскортниками, которые лишены всякой нравственности. Значит, друзья, что я хочу сказать. Ну, на самом деле ведь иногда смотришь и понимаешь, ну, а вот он как так? 40 лет, не женат, детей нет. Где-то пишут какие-то, так сказать, статьи или какие-то фотографии с какими-то мужчинами. Вы знаете, ведь в СМИ писали не зря, что Пугачева назвала себя матерью всех геев. Ну, это так писали СМИ. И ведь действительно, если посмотреть, вокруг нее очень много такого рода людей. Как предполагают СМИ, я не проверял, я не могу сказать точно, но визуально, я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому, естественно, что если вот такой шоу-бизнес был создан и вообще отошли от эстрады, от творчества, конечно, там не будет ничего связанного с какими-то искренними, чистыми, невинными помыслами. А это будет совершенно другое дело, то, что мы и получили. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.